Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Программа «Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о том, как чувствует себя бизнес в России. Кстати, сегодня у нас медицинская тема, что называется «в тему». Самочувствие. Самочувствие бизнеса. Сегодня мы говорим о следующем бизнесе. Тема сегодняшней программы «Рынок медицинского оборудования в России». «Как эта отрасль чувствует себя». Такая у нас тавтология получается. Сегодня в гостях я с удовольствием представляю сегодняшнего гостя. Владимир Габриэлян, генеральный директор «Филипс здравоохранения» в России и СНГ. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Олег. Ну давайте уж, поскольку мы сегодня о здравоохранении, как чувствует себя бизнес, тема. Как чувствуете себя вы? Спасибо большое. В хорошем смысле. Чувствую себя неплохо, несмотря на погоду, которая, на мой взгляд, показывает всем нам о том, что Россия все-таки северная страна. Ну вы знаете, как в том анекдоте, да, если сейчас мы слушаем, как раз Настя рассказывала о том, что творится за океаном, то слава богу, что у нас так. Это еще одно достижение. Еще одно достижение науки и техники, да. Видимо, да, без этого не обошлось. Секунду, Владимир. Значит, небольшой анонс для наших слушателей, собственно, но присоединяйтесь к нашему разговору, традиционно задавайте свои вопросы, может быть, и даже озвучьте собственное мнение, порой критичное по этой теме. Телефон прямого эфира, телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Соответственно, вы можете свой вопрос написать на сайте finam.fm. Мы озвучим, мы, соответственно, на него ответим. Ну, а теперь я предоставляю слово Владимиру, небольшое такое представление, да. Расскажите о себе в двух словах, о бизнесе, о компании, которую вы представляете. Вот такая возможность есть. Спасибо за эту возможность. Как вы уже сказали, я возглавляю сектор здравоохранения в компании «Филипс». Всего в компании «Филипс» три сектора. Один из них – это здравоохранение. И я думаю, что многие из наших слушателей с удивлением, наверное, узнали о том, что «Филипс» оказывается еще и игрок на рынке медицинского оборудования. Наверняка. Ну, в таком понимании обывателя «Филипс» это как минимум телевизор. Абсолютно. Я помню по себе. Телевизор. Телевизор, все. Ну, магнитофон, может быть. Кстати, от телевизоров «Филипс», к сожалению, несколько лет назад отказался, хотя марка осталась и несколько лет еще будет остаться. Насколько стереотипы живучи. Абсолютно. Все помнят детство, я, по крайней мере, свое помню. У меня, кстати, первый иностранный телевизор был как раз «Филипс». Хорошо жили, Олег. Да. У меня телевизора «Филипс» не было, но были кассеты, на которых было написано «Филипс», потом появился магнитофон «Филипс». В то время, в 70-х, 80-х, около 70% бизнеса «Филипс» был в бытовой технике. На сегодняшний день намного меньше, в компании осталось три сектора. Ну, если говорить о трех секторах, да? Да, три сектора, соответственно, это бытовая техника или бытовые приборы, это светотехника и это здравоохранение. Самое большое здравоохранение, 40%, дальше идет светотехника. Ну, то есть, такой значительной переориентации. Идет, на самом деле, фокусирование на сегодняшний день корпорации в профессиональный бизнес. И отчасти поэтому, наверное, и в какой-то момент я работал, работаю в компании 15 лет, 14 из них я возглавлял направление светотехники. Кстати, в светотехнике тоже для профессионалов «Филипс» известен, потому что это компания номер один в области света. Для потребителей бытового света... Ну, лампочка, почему же? Я еду, да. Совершенно еду в магазин. Мы делали это. 33% всех лампочек, во-первых, в автомобилях, это «Филипсовские». Ну и в магазинах, я думаю, за последние годы намного удалось сделать. Год назад я возглавил здравоохранение. Шутят знакомые, что возглавил, потому что возраст подсказывал уже необходимость двигаться. Нет, я пошутить хотел иначе, учитывая, что вы электротехнику на такой уровень подняли, соответственно, поэтому поставили. Ваши бы слова до моему руководству. Ну, я надеюсь, оно слушает, поэтому... Спасибо большое, я в любом случае передам им обязательно ваше пожелание, благодарю вас. Соответственно, год назад возглавил здравоохранение, тоже не до конца знал. Оказалось, что не только в светотехнике мы глобальный лидер, но и в области здравоохранения, в области оборудования медицинского входим в тройку лидеров. Чуть позже, если будет возможность, я расскажу о том, как глобально представлены мы и наши конкуренты, что мы делаем здесь. Попал в здравоохранение, очень интересный бизнес, и на самом деле это та возможность, которая появляется у людей, которые хотели бы что-то сделать для людей. Звучит пафосно, но на мой взгляд, действительно прекрасная возможность менять жизнь людей. Главное, не форма, а главное содержание. Как бы пафосно не звучало, а идея-то все равно такая. Я думаю, что вы правы. Конечно. Поэтому с этой точки зрения здравоохранения, Philips, есть прекрасная возможность заниматься продвижением хорошего качественного оборудования. Самое главное, что есть возможность помогать улучшать жизнь людей. Одна из наших целей это до 2015 года сделать так, чтобы больше полумиллиарда людей по всему свету получали возможности от общения с нами, от работы на нашем оборудовании. Мы как-то могли бы улучшать их жизнь, помогать им улучшать их жизнь. Компания представлена очень широким спектром оборудования. По сути дела мы представлены от приборов домашней медицины, ингаляторы, это когда вы можете дома в домашних условиях сражаться со своей простудой, до абсолютно серьезной сложной техники, такой как ядерная медицина. Не буду говорить, что такое ПТ, КТ, МРТ. Если понадобится, я могу и чуть-чуть, я думаю, будет интересно нашим слушателям, потому что большинство из них высокообразованные, интеллектуальные люди, которые сталкиваются в своей жизни со многими терминами, которые так или иначе нужно будет объяснить. Ну и расшифровать, как минимум. Расшифрую, без сомнения. Будет возможность, обязательно перечислю все то, с чем сталкиваются или будут сталкиваться наши с вами слушатели. Кроме того, компания представлена везде, начинают реанимации, все, что касается мониторов, дефибрилляторов, диагностических центров, это все, что касается операционных, там стоит наше оборудование, домашней медицины, телемедицина, это то, что поможет в будущем медицине быть более доступной. Это консультации, это обучение, это сервис, вот весь полный перечень вот этих услуг представляет наша компания по всему миру и в России. Замечательно, замечательно, ну если позволите, вот такую краткую справку, да, мы на этом закончим, а теперь давайте говорить непосредственно о заявленной теме, мы обсуждаем рынок медицинского оборудования и в качестве некого информационного повода я бы предложил вот такую информацию. Развитие высокотехнологической медицины является одним из основных направлений российского здравоохранения, да, я надеюсь вы со мной согласитесь, по крайней мере. Это так, да. В стране идет реализация приоритетного, подчеркну, многим слушателям это слово знакомо, приоритетного национального проекта здоровья, в рамках которого крупные медицинские учреждения планируется оснастить инновационной техникой. Вот с этой точки зрения, как раз давайте мы и начнем разговор. Собственно, как видите вы реализацию этой самой приоритетной программы здоровья? Ну и соответственно, какое участие принимается? Так как я вижу ее тоже изнутри получается, я могу сказать, что на мой взгляд, как одно из пяти стратегических направлений здравоохранение на сегодняшний день получает очень серьезную поддержку и внимание правительства. Начну с того, что в свое время были четко определены те задачи, которые поставило перед страной Министерство промышленности и торговли, которому было поручено разработать стратегию в области здравоохранения. И все начинается именно с того, что когда в 2009 году Министерство промышленности и торговли проанализировало, где мы находимся по сравнению с развитыми странами Европы, то выяснилось, что основной показатель, по которому мы отстаем, это диагностика. Ранняя диагностика, она спасает жизнь. И это, по сути дела, то, что является основным трендом во всем мире, к сожалению. То есть я правильно понимаю, что по остальным показателям мы отстаем, но не сильно? Ну, вот на тот момент, по крайней мере. Я думаю, что на тот момент, когда определялись задачи, мы отставали и по многим другим показателям, но основным было то, что не было того оборудования, которое позволяло бы высокоточно и эффективно помогать диагностировать болезни на ранних стадиях. Все остальное, без сомнения, оставалось и там. У нас недостаточное количество больниц, у нас не очень хорошо платят медицинскому персоналу, его не очень качественно обучают. Но в конечном итоге Министерство попробовало собрать воедино все те вызовы, которые стояли перед страной. Начало оно с простых вещей, как я сказал, определив, прежде всего, какой у нас существует на сегодняшний день отрыв с Европой. И выяснилось, что по большинству показателей той или иной медицинской техники мы отстаем от 3-4 раз в простых вещах, которые мы производим в России, рентгеновское оборудование, я думаю, его объяснять не надо, мы с детства его знаем, до высокоточных, более дорогого оборудования, ангиографы, МРТ, КТ, обязательно потом расскажу, как это расшифровывается. И там разрыв уже в 20-30 раз. И тогда одна из основных задач, которая была поставлена, она сводилась к следующему. Для того, чтобы довести уровень жизни, для того, чтобы довести то, сколько лет наши живут, люди в нашей стране живут, до определенного уровня, который хотя бы близко подходил к европейскому. На тот момент было 64-65 лет, например, в среднем у мужчин. Против европейских 76-78, там дальше идут японцы, больше 80. Разрыв огромный. То есть для всего этого были поставлены несколько основных целей. До 2020 года мы должны будем производить больше 40% медицинского оборудования сами. На сегодняшний день это меньше 20%. Мы должны будем увеличить количество компаний российских, которые занимаются разработками в области инноваций от 50 до 100. В таком разрыве мы должны будем увеличить экспорт за пределы страны до 15 миллиардов. На сегодняшний день практически ничего нет. Это один блок. То есть сейчас никакого экспорта нет? Знаете, на сегодняшний день, к сожалению, мы в основном производим и продаем либо в России, либо в странах СНГ, где ситуация еще более плачевная на сегодняшний день. Кроме этого, без сомнения, как я и говорил, разрыв большой. Одно дело понимать, к чему вы идете, другое дело, каким образом вы хотите сократить разрыв. Есть эволюционный путь развития, который может растянуться на многие годы, есть революционный. Правительство приняло право и решение, и была объявлена необходимость программы модернизации, когда в течение двух лет государство выделило очень серьезные деньги на то, чтобы нам... Владимир, я прошу прощения, мы слушаем новости, а потом обязательно продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем наш сегодняшний разговор. Сегодня тема бизнес-класса на Финам.ФМ. Рынок медицинского оборудования в России. Ну и все, что связано, собственно, с этой отраслью. Также мы вспомнили сегодня о том, что в России реализуется национальный проект под названием «Здоровье». И на самом деле наша тема как раз относится именно к этому. Сегодня в гостях у меня Владимир Габраилян, генеральный директор «Филипс» здравоохранения в России и СНГ. Значит, мы ушли на новости, и, Владимир, я вас прервал, извините, продолжите, пожалуйста, ну вот, собственно, идея этой самой программы здравоохранения, о которой вы рассказываете. Спасибо, Олег. Возвращаюсь тогда к тому, о чем говорил, о том, что необходимость увеличения средней продолжительности жизни – это одно из приоритетов, которые есть перед нашей страной. Соответственно, что было сделано государством в период 2011-2012 годов, были приняты серьезные масштабные программы модернизации здравоохранения, и на нее было выделено 600 миллиардов рублей. Это очень серьезная сумма. Да, это сумасшедшая цифра. Потому что, когда мы говорим, например, про затраты вообще на здравоохранение, в 2009 году они составляли 3%. Задача государства – 3% от ВВП. Да, государство хочет довести их до 6% ВВП в 2015 году, уже значительный, серьезный шаг, с одной стороны. С другой, для того, чтобы осуществить революцию, было решено вложить специальные средства в обучение докторов, в строительство новых лечебных учреждений и, соответственно, частично в закупку оборудования. А специальные средства, что вы под этим понимаете? Я имею в виду, что помимо того, что выделялось из бюджета стандартный, выделяется каждый год, для того, чтобы ускориться, для того, чтобы купить как можно больше, не используя только те деньги, которые есть, уже заложенные в бюджет, вот эти деньги, так называемые деньги на модернизацию, были выделены дополнительно. Я понял. Поэтому это было сделано, пока не до конца освоено, на сегодняшний день освоено только на 65%. Недавно докладывали Путину о том, что вот какие-то регионы покупают, какие-то нет, и он просит в срочном порядке использовать эти деньги, обязательно их освоить, потому что это нужно делать. Так что, с этой точки зрения, я думаю, что внимание правительства... Немножко не в тему, конечно, но вот меня очень режет слух вот этот вот термин освоить, освоить. Ну, я надеюсь, понимаете, о чем идет речь. Бюрократический жаргон освоить, но в плане тут же возникает мысль, как можно потратить напрямую, а какую-то часть попытаться вывести. Причем не далее, как несколько дней назад, причем мы в эфире бизнес-класса как раз обсуждали абсолютно другую тему. Но пример тем не только возник. Для того, чтобы освоить средства, нужно затеять капитальное строительство, и тогда все будет освоено. Это не относится, собственно, в какой-то степени к программе модернизации, к программе освоения средств для здравоохранения. Это хорошая глубокая тема. Мы начнем с того просто, что действительно на сегодняшний день государство является основным заказчиком медицинского оборудования. Больше 90% заказов это государственные заказы. Частная медицина не так развита, к сожалению, в силу определенных причин, в том числе экономических, которые не созданы. Мы на сегодняшний день работаем опосредованно через наших партнеров. С этой точки зрения напрямую не сталкиваемся с тем, что может происходить на рынке медицинской техники. Поэтому, Олег, как только у меня будет какая-то информация, которая поможет нам с вами понимать, что же происходит, обязательно вам опрос. Хорошо, я понял. Я не настаиваю. Давайте вернемся, собственно, к нашей теме. И у меня вопрос следующий, Владимир. Расшифруйте для меня, для наших слушателей, что понимается под высокотехнологичным медицинским оборудованием. Потому что я лично, по крайней мере, слава богу, наверное, не так часто обращаюсь в лечебные заведения. И вот, в принципе, говоря о медицинском оборудовании, у меня такие достаточно скромные познания. Это вот та штука, которую прослушивают на предмет хрипов. Вот как-то она называется. Стетоскоп, по-моему. Вы абсолютно правы. Да, да, да. Наверное, у вас медицинское образование. Нет, нет, нет. Помогает, без сомнения, вести. В том-то и дело. Нет, у вас нет медицинского образования. Нет, абсолютно. Так вот, что такое высокотехнологическое медицинское оборудование? Расскажите нам, пожалуйста. Я расскажу, потому что, по сути дела, это то, что на сегодняшний день помогает очень сильно в диагностике. Как я сказал, диагностика и ранее диагностика. Это главное, да, или первое. То есть это первое и основное то, что мы называем оборудованием, которое помогает врачам и помогает людям. Мы говорим о оборудовании, которое помогает определять на ранних этапах заболевания, хронические заболевания. Если мы говорим про заболевания, основные заболевания, которые есть во всем мире, в том числе и в России, это сердечно-сосудистые заболевания. Около 57% смертей происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Кстати, в три раза больше, чем в Европе. И второе, это около 14% смертей происходит из-за онкозаболеваний. Поэтому для того, чтобы работать с этими болезнями для выявления на ранних стадиях, необходимо диагностическое оборудование. Я могу просто сейчас, может быть, нашим слушателям вкратце рассказать, что называется у нас диагностическим оборудованием. Для того, чтобы расшифровать, иначе будет получаться, что я опять называю определенные термины, которые они не знают. Я думаю, что наши слушатели знают, что такое УЗИ. Метод, основанный на принципе эхолокации. Думаю, что с УЗИ сталкивались мы все и в поликлиниках, когда ходим диагностироваться. Здесь принципы эхолокации. Есть томографы, компьютерные томографы, где идет метод послойного исследования внутренней структуры объекта. И основаны на измерении и сложной компьютерной обработке разности прохождения рентгеновского излучения сквозь различные по плотности ткани. Звучит оригинально, но все это на самом деле очень удобно и очень оригинально. Все равно все на основе рентгена. Рентген. Тот же самый рентген, только более сложный, совмещен с компьютером. Все это можно выводить на экран, все это видеть. Следующие это магниторезонансные томографы. Здесь метод основан на измерении электромагнитного отклика ядер атомов водорода на возбуждениях определенной комбинации электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряженности. Вы решили сегодня оригинал. Я смог прочитать это. Оригинал, да, да. Я смог это сделать. Соответственно, МРТ в любом случае, это то, что теперь наши слушатели, когда им предлагают пройти, могут понимать. Это безвредно. Здесь нет даже излучения. Если мы говорим про рентгеновские аппараты... То им не стоит злоупотреблять, да, насколько я понимаю? Вот я думаю, что да. То есть понятно, что так или иначе это излучение. И мы говорим о том, что хотя рентгеновское оборудование, рентгеновская медицинская лампа изобретена давным-давным-давно, в 1918 году, мы гордимся тем, что компания «Филлипс» его изобрела. Понятно, что с течением времени основная задача была снизить эффект радиации, и он есть. У нас на сегодняшний день современное рентгеновское оборудование, также ККТ, там уровень излучения он минимальный. Вот так или иначе он все равно есть. Здесь задача, как дальше его понижать для того, чтобы это было безопасное оборудование и для пациентов, и для врачей. В МРТ совсем другой метод, так же, как и в УЗИ. Поэтому, когда есть разные приборы, которые помогают докторам выяснять и диагностировать, так и наши слушатели должны понимать, что ничего страшного в этом нет. Когда я говорил о онкологических заболеваниях, которые занимают второе место, к сожалению, по смертности, это связано с тем, что наши пациенты, жители нашей страны, обращаются обычно к врачу в самом последнем случае, когда уже остается только либо оперировать, либо диагностируется уже на четвертой стадии. Ядерная медицина, она позволяет диагностировать на нулевых стадиях, когда только на клеточном уровне происходят какие-то изменения. Я не буду читать про ядерную медицину, хотя просто хочу, чтобы наши слушатели запомнили. Вы потом не дадите почитать. Обязательно, что есть ПЭТ, КТ, эффект КТ, есть определенное оборудование, позитронно-эмиссионные томографы, есть ядерная медицина, которая на сегодняшний день, к сожалению, в России не представлена, чтобы было понятно, в Америке 2000 ПЭТ-центров, в России всего 7. И понятно, что их надо как можно больше строить, потому что это та возможность на начальном, на нулевом или первом уровне диагностировать онкологическое заболевание, и потом его очень успешно лечить. То же самое, несколько дней назад мне довелось выступить на совещании мамологов, где мы говорили о том, что поход к мамологу раз в год, это необходимость, это золотое правило для любой российской женщины, потому что если они не обращаются вовремя, к сожалению, это не будет в траку груди. То есть не надо дожидаться, когда уже будет, да, проблема видна? Я думаю, что это, по сути дела, вот основная задача здравоохранения в России, это помочь нашим согражданам помнить о том, что регулярная диагностика поможет им в будущем не лечиться, жить достаточно долго, и поможет также врачам, продиагностировав на очень ранних стадиях любое заболевание, помочь нам жить дольше и лучше. И в частности, вот эта помощь как раз, да, плюс эту помощь оказывает и высокотехнологическое медицинское оборудование, я правильно понимаю, да? Да, вы очень плавно подвели в слушателей к тому, что это и есть то самое высокотехнологичное медицинское оборудование. Значит, учитывая, что мы говорим о бизнесе как таковом, да, в частности, вы представляете одну из компаний, насколько этот рынок насыщен, ну, я имею в виду, ваших ближайших коллег-конкурентов, да, чувствуете ли вы конкуренцию на рынке, вот, ну, понятно, что, название вашей компании говорит само за себя, что, видимо, не особенно, да, это локтями никого не приходится расталкивать, и тем не менее, насколько плотен рынок вот с этой точки зрения? Рынок плотен, по сути дела, я думаю, если мы говорим про российский рынок, я думаю, нашим слушателям интереснее, но российский рынок, он все равно является отражением глобального рынка. Когда мы говорим о глобальном рынке, существуют традиционные конкуренты, которые на протяжении десятилетий доминировали на рынке, это компании Philips, General Electric и Siemens. И они являются конкурентами, кстати, для наших же слушателей, не только в области здравоохранения, но также глобальными конкурентами по светотехнике. То есть многие вещи пересекают. Соответственно, эти же глобальные игроки представлены в России и достаточно серьезно доминируют на рынке. Грубо говоря, около, наверное, 70% этого рынка принадлежит большой тройке. — И здесь тоже большая тройка, да? — Здесь тоже большая тройка представлена очень хорошо. Местные производители, как я и говорил, отсюда и задачи, которые были сформулированы в Министерственном промышленности и торговле, занимают меньше 19% рынка медицинского оборудования. В основном это оборудование простое, потому что любые высокие технологии требуют, к сожалению, для россиян огромных серьезных вложений на протяжении многих десятилетий. Чтобы было понятно, очень интересная информация, которую я недавно вычитал, думаю, будет интересно. Здравоохранение само по себе достаточно сложный рынок для инноваций. Получается, что инновации в здравоохранении обычно занимают меньше 1% всех инвестиций, которые есть. — Рисковое дело, да? — Абсолютно. Получается рисковое, опасное, связанное со здоровьем. Потом люди, врачи привыкли работать с чем-то одним, они получают от этого удовольствие. С одной стороны, с другой они получали результаты. И третье, самое страшное для них, это то, что появляется оборудование, которое может быть более эффективным, и, соответственно, тогда и количество врачей может сокращаться. А если мы говорим про домашнюю медицину, о которой, я надеюсь, у нас будет возможность сказать, то это явные конкуренты тогда тому, что происходит на сегодняшний день. Будет возможность, хотел бы рассказать о трендах, потому что тренды и глобальные, и местные, они, соответственно, и объясняют, что происходит с конкурентами и конкуренциями. — То, что касается домашней медицины, обязательно мы должны об этом сегодня упомянуть, потому что звучит, честно говоря, на ухо опять я... — Ну, нереально, да? — Ну, как-то он вот так звучит корявенько. Домашняя медицина. Сразу приходит на ум заваривание кореньев, я не знаю, там, каких-нибудь... — Это то же самое, как электромобили, наверное, где лет 15-20 назад сразу воспринималась детская игрушка, на которой кто-то ездил, и никто не думал никогда, что серьезные дяди будут садиться в электромобиль. — Тем не менее, сейчас это происходит. — Это происходит, поэтому, соответственно... — Ну, то есть, другими словами, вот говоря об основных игроках этого рынка, особой конкуренции вы не испытываете, потому что, по большому счету, каждый в своем месте... — Знаете, по большому счету, у каждого есть своя доля. В большинстве случаев речь идет об оборудовании, которое более или менее схоже. Тут не буду надувать счет и говорить, что мы настолько уникальны. Конечно, есть определенные вещи, которыми мы гордимся, есть вещи, в которых мы инновационны, там, ПЭТ, КТ, есть вещи, которые только есть у нас, или мы начали первыми, но так или иначе, серьезные вложения на протяжении многих лет, они позволяют этим трем глобальным игрокам очень серьезно влиять на то, что происходит на рынке. — Держать доли на рынке. Я не досказал по поводу затрат, и, соответственно, 1% вкладывается в инновации вообще в здравоохранении, при этом компания «Филипс» вкладывает 8% каждый год в «Ниокр». — Я понял. Хорошо. Разговор интересный. Сейчас новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. — Ну что ж, мы продолжаем, уважаемые слушатели. Я напоминаю в эфире «Финам.ФМ.Бизнес-класс». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем рынок медицинского оборудования в России. Ну и, в принципе, учитывая профессионализм моего сегодняшнего гостя, мы говорим о проблемах здравоохранения в России в целом. Как-то так у нас сегодня такая обширная получилась, обширный разговор. Напомню, в гостях сегодня Владимир Габриэлян, генеральный директор «Филипс» здравоохранения в России и СНГ. — Уважаемые слушатели, я напомню еще и телефон прямого эфира. Телефон в студии 6510-99,6. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями. Ну а сайт «Финам.ФМ» способен выдержать наплыв вопросов в интернете, тем более, что их уже предостаточно. Чуть позже мы будем на них отвечать. А перед этим все же я еще раз попрошу Владимира обозначить основные тренды в этом направлении, по крайней мере, как он их видит. — Спасибо, Олег. Тренды как в России, так и в мире складываются из нескольких основных направлений. Первое — это то, что население стало больше жить. Население стареет, это хорошо, мы живем дольше. С другой стороны, плохо то, что растет и число хронических заболеваний. Число людей старше 60 лет, к примеру, к 2015 году удвоится до миллиарда с 2010 года. Соответственно, людей, которые живут дольше, становится все больше и больше. Это накладывает очень серьезный, перехожу ко второму тренду. Это то, что все больше и больше денег государство тратит на здравоохранение. И, соответственно, с учетом того, что люди будут жить дольше, это будет еще больше. Когда мы говорим про стоимость здравоохранения для государства, я уже сказал, Россия — 3, в 2009 году сегодня — 4, в 2015 будет — 6. Америка для сравнения — 17%. Соответственно, огромные деньги вкладываются в здравоохранение, и их не хватает. И государство с трудом пытается найти возможность, как сократить эти расходы. — Американское государство. — Американское государство, в общем-то, все государства в мире. — Мы сейчас следим как раз за предварительными дебатами, да, один из аргументов одного из кандидатов. — Он как раз сказал о том, что если он станет президентом, он всерьез займется этим вопросом. — Ну, это действительно проблема. — Это действительно огромная проблема. При том, что когда мы говорим про то, какие возможности пытается найти государство, они сталкиваются со следующими вызовами. Не хватает врачей. В Индии на сегодняшний день на 50% меньше врачей, чем нужно на самом деле. Второе — не хватает денег. И во многих случаях, чтобы было понятно также, что из себя представляет бюджет здравоохранения, стоимость инновационного оборудования стоит всего около 2% от всего бюджета. — От всего бюджета на здравоохранение. — От всего бюджета на здравоохранение. — 70% — люди, все остальное уже фарма, какие-то другие вещи. И всего лишь пару процентов составляет серьезное диагностическое оборудование, которое помогает. И, соответственно, в этом ключе третий тренд — это домашняя медицина или телемедицина. То, за счет чего государства во всем мире будут пытаться снизить... — Я прошу прощения, Владимир, термин странный, опять-таки, мне режет телемедицина. Как понять это? Телемедицина. — Теле как теле, телевизионная медицина. То есть медицина на расстоянии, через камеры, через телевизоры. — Понятно. — Да, вот так. Таким образом я бы перевел ее. Я думаю, что сейчас в основном используется, вы правы, американизм. Я думаю, что мы либо найдем в ближайшее время более плавный для русского уха перевод данного термина. Но самое страшное, что его пока у нас нет, к сожалению, в этом плане пока нет. — Это не страшно, но это факт, потому что очень часто как раз мы с американизмом сравниваемся, а потом оказывается, что просто аналогии-то и нет подходящих. — Вы правы. — Либо очень... — Вы правы. Отчасти потому, что, к сожалению, пока нечем серьезно гордиться на российском рынке. Телемедицина или домашняя медицина — это все-таки пока больше. Для Америки в Европе проходят определенные испытания. У нас есть такое решение, называется «Мотива», когда можно дистанционно получать от врачей советы по тому, как вы себя чувствуете. — То есть, во-первых, врач дистанционно имеет возможность вас сначала осмотреть. Я так понимаю, правильно? — Да. То есть, к чему... Там несколько вещей, которые возникают. Когда смотрели на расходы бюджета в той же Америке, основные затраты, они сводятся к тому, что когда человек находится в госпитале, это и есть львиная доля тех расходов, которые несет государство. Поэтому любое снижение количества дней, которые проходят после операции пациент, позволяет экономить деньги. Отсюда и возникла необходимость задуматься над тем, можно ли наблюдать пациента дистанционно. Во-первых, считается, что пациент дома выздоравливает намного быстрее. Во-вторых, это намного дешевле. — Ну, это логично, да, мне кажется? — Абсолютно. Конечно, дома и стены помогают. Родные, близкие, которые проходят мимо тебя с улыбкой, конечно, получше, чем если кто-то, чужой человек, пытается узнать, как ты себя чувствуешь. Соответственно, есть определенные методологии, в соответствии с которой на расстоянии можно видеть пациента, можно получать сигналы жизненные для жизнедеятельности того, что происходит, как он себя чувствует, пульс, дыхание, замерять давление. Вся эта информация попадает в врачу, который может таким образом... Меньшее количество врачей может обслуживать большее количество пациентов. — Очевидно, да. — И вот с этой точки зрения это, без сомнения, очень серьезное и правильное движение в области снижения расходов с одной стороны и оказания правильных, адекватных услуг с другой стороны. Но здесь тогда возникает диссонанс, потому что мы понимаем, что докторам не очень легко признаться в том, что, оказывается, какие-то вещи можно делать по-другому. — Или без их участия в какой-то степени. — Без их участия, я даже хочу сказать, что часть нашего бизнеса, помимо того, что я говорил про серьезное диагностическое оборудование, это клиническая информация или информатика. Все, что связано с информацией о клиентах, собирается все в компьютере, и эта информация помогает искусственный интеллект, помогает давать решения. — Я, кстати, сразу же могу предположить, что огромное вот это вот, ну, как первое, на первом этаже поликлиники огромное помещение, которое называется регистратура, да, и, соответственно, люди, которые там работают, за ненадобностью, видимо, уже исчезнет. — Вот мы сейчас это сказали, да, и доктора, доктора перестали нас любить. Но на самом деле доктора обязательно нужны, доктора должны повышать свой профессиональный уровень. Я думаю, что это нужно и важно. Докторов не хватает, не хватает специалистов, которые могут работать с оборудованием. Кстати, одна из проблем модернизации. Мы накупили очень много оборудования, к сожалению, не успели научить наших врачей. Мы не успеваем в университетах воспитывать врачей. И все это за собой, к сожалению, идет просто. — Обычно, да, да, будете смеяться, в таких случаях говорят, смеяться тут нечего. Профессиональная подготовка хромает практически во всех отраслях бизнеса. Во всех отраслях бизнеса. И видите, к сожалению, и здравоохранение. — Вы заговорили про бизнес, то есть здесь не только вопрос умения профессионально работать с новым оборудованием, то, что нужно, но, с другой стороны, очень часто возникают проблемы с тем, как это оборудование обслуживается. Тут можно коснуться опять, как мы делаем бизнес в России. К сожалению, много проблем, связанных с тем же 94-м законом, когда, по сути дела, априори, а самое главное — это цена. Когда закупается оборудование неизвестных производителей, которое ломается через несколько месяцев, которое потом стоит. — Значительно дешевле, да, вроде бы? — Вроде бы кажется, что дешевле, но общая стоимость владения потом показывает, что на самом деле это был неправильный выбор. — Потому что вы не можете получить ту производительность, которая есть, работает все не так долго. Это вот тоже одна из проблем, которая существует на сегодняшний день, когда нам надо отойти от цены, подумать об общей стоимости владения, когда нам необходимо понимать, что то, что ты купил дешево, может работать плохо, может работать недолго. Вот эту вещь я думаю. — Я бы даже сказал, скорее всего, то, что ты купил дешево, будет работать плохо, потому что априори не бывает дешево и хорошо. Ну так уж нас жизнь приучит. — Ну да, чудес не бывает. — К сожалению. Я, если позволите, несколько вопросов от наших слушателей сейчас озвучу, а потом мы поговорим с вами о специфике. Видимо, такая все же есть, наверняка даже, потому что уж так опять-таки складываются наши разговоры ежедневные с представителем бизнеса. Это специфики везения этого бизнеса именно в России. Ну, вы об этом уже начали говорить, и это очевидно. Итак, наш слушатель спрашивает. Простой человек. А, вот. Любимый вопрос на все передачи. Ну, видимо, именно для него любимый вопрос. У нас оборудование из Европы. Ну, слово Европы можно заменить на любое другое. Иностранное слово, да? Кричит реклама. Ну, оборудование из Америки, оборудование еще откуда-то. То есть, можно ли в это верить, что это действительно всегда хорошо? — Я задумался, Олег, да? Наши слушатели меня не видят, но я действительно задумался. — Это нормально. — Вы знаете, я далек от того, чтобы, будучи представителем иностранной компании, говорить о том, что все, что сделано в Европе, хорошо или лучше, чем у нас. Нет, это не так. Я думаю, что без сомнения существуют определенные технические параметры, данные. Существует мнение рынка, если мы говорим сейчас про медицинское оборудование. Ведь мы, речь идет о спасении человеческих жизней. Речь идет о том, что если оборудование некачественно, к сожалению, оно может не только очень серьезно повлиять на здоровье. Я говорил, что если уровень, например, излучения рентгеновского высокий, это небезопасно как для врача, так и для пациентов. — То есть, здесь речь идет не о том, что некачественное оборудование сломается, и мы потеряли деньги, затраченные на него. Мы можем потерять человеческую жизнь просто-напросто, именно из-за того, чтобы пытались сэкономить. — Абсолютно. То есть, здесь, с этой точки зрения, наш уважаемый слушатель должен помнить несколько простых правил. Существуют, без сомнения, бренды. Это компании, которые на протяжении десятилетий доказывали и доказывают, что им можно верить. Существуют новые компании, которые приходят на рынок, которые, может быть, будучи брендом в чем-то одном, хотят быть брендом теперь, например, в области медицины. Все это имеет право на существование. Надо очень четко отслеживать, какие технические характеристики должны быть у того или иного оборудования, какие есть случаи, когда разные лечебные учреждения начинают с ними работать. Есть хорошие результаты, вы не должны бояться. Во всем остальном, я знаю также много прекрасных российских производителей медицинского оборудования, которые абсолютно гордо могут претендовать на роль бренда на нашем российском рынке. — Понятно, спасибо. Еще один вопрос от Ивана. Простой человек сможет купить сложное медицинское оборудование? Ну, под простым человеком я не знаю, кого он имеет в виду, я так думаю, что обычному обывателю. Или тут нужно специальное разрешение, чтобы купить некий вот этот вот высокотехнологичный. — Я бы здесь разделил так, да. Как я сказал, у нас бизнес разделен на несколько составных частей. Когда мы говорим про большое оборудование, его могут купить только специалисты. Потому что для большого оборудования нужны специальные помещения, нужны специальные подключения, нужны люди, которые могут работать. — Большое не в смысле его размеров, да? — Знаете, часто это и размеры, когда мы говорим про МРТ или КТ, это действительно большие размеры. Когда мы говорим про домашнюю медицину, когда мы говорим про то, что помогает на сегодняшний день людям с ингаляциями, со сном, да, есть такие, СИПАП, еще раз я пытался перевести, не знаю как, да, для тех, у кого есть обновь сна, кто не может хорошо спать, есть маленький симпатичный приборчик, который одевается на лицо. То есть много вещей, которые можно и нужно покупать самому, и не нужны никакие посредники. Речь идет в основном о серьезном диагностическом оборудовании, большом. Тогда, к сожалению, продавать его напрямую конечному потребителю смысла нет, потому что сам потребитель им воспользуется. — Ну это даже и без сожаления, просто действительно нет смысла продавать. — Человеку хочется купить, я бы на самом деле не стал отказывать, но вот политика производителя медицинского оборудования, там слишком много есть. — Я просто сразу представляю этого человека, которому хочется купить сложное медицинское оборудование. — И гордиться, почему бы нет. — Да, поставить у себя на кухне его, да? — На кухне боюсь, что нет, потому что там придется, наверное, перестраивать летний дом или гараж сделать большой. — Нет, я думаю, что такому человеку надо диагноз ставить уже, причем он в известной отрасли медицины, наверное, скорее всего. — Без комментариев. — Итак, продолжим, хорошо. Продолжим говорить о специфике ведения бизнеса в России, то, о чем, собственно, уже разговор начался. Продолжайте, Владимир. — Да, соответственно, если мы говорим про то, что, к сожалению, с болью в сердце, я как представитель бизнеса вижу, как я и говорил, это простое оборудование, когда технически неподготовленные врачи, нет постгарантийных договоров на обслуживание и огромные деньги тратятся на покупку оборудования, которые не работают. Здесь, я думаю, государству надо все-таки создавать условия, при которых не только деньги на закупку оборудования, но и на последующий сервис и гарантийное обслуживание должны выделяться. В конечном итоге речь идет о производительности труда и о деньгах, которые теряет государство. — Я позволю перебить. — Да, прошу вас. — Мне очень интересно, смотрите. Ну, в конечном итоге в данной ситуации выступает покупателем некое лечебное заведение, правильно я понимаю? — Да, ЛПО, лечебное производительное заведение. — Так вот, это лечебное заведение выбирает из предложений на рынке то, что подешевле. По какой причине? Потому что у него нет достаточно средств, ему не выделано государство. Или оно какие-то другие, может быть, внутренние, а может, кто-то конкретный представитель этого лечебного заведения решает свои какие-то внутренние... — Нет, вот я далек от этого. Потому что 94-й закон нацелен на то, что, по сути дела, должен быть тендер. И выигрывает тот, кто предложит более интересную цену. Поэтому здесь, с этой точки зрения, все просто. — Другое дело, что, к сожалению, дьявол в деталях. Оборудование может называться одинаково, но начинка другая. Соответственно, при другой начинке он и работает по-другому. — Но, тем не менее, врач, квалифицированный специалист, он должен разобраться, что называется так же, а начинка другая. Владимир, я прошу прощения, мы сейчас вновь слушаем интересные новости на Финам.ФМ, а потом, естественно, продолжаем. Итак, друзья мои, к сожалению, время неумолимо. Мы вдруг сейчас с Владимиром посмотрели на часы. Оказалось, осталось всего ничего, а разговор только завязался, по сути. Напоминаю, сегодня в гостях у меня замечательный собеседник Владимир Габриэлян, генеральный директор Филипп здравоохранения в России и СНГ. Ну и, как вы понимаете, абсолютно профессионал своего дела. Обсуждаем мы сегодня рынок высокотехнологичной медицины, рынок оборудования в России. Ну и касаемся очень многих тем, связанных со здравоохранением. Ну и я уж проанонсирую, если позволите, уважаемые слушатели. Я уверен, что и сегодняшняя программа достаточно интересна, любопытна, познавательна. И вот мы за эфиром решили с Владимиром еще раз встретиться в эфире Финам.ФМ на бизнес-классе и сформулировать новую тему, интересную тему, которая будет также любопытна. Владимир, продолжим, собственно, о специфике бизнеса в России. Спасибо большое. Еще одна из тех проблем, которые на сегодняшний день мы столкнулись как производитель инновационного оборудования, это закон об основах охраны здоровья. Которые в том числе запрещают врачам общаться с медицинскими представителями. Что приводит к тому, о чем вы говорили. Это оригинальный закон, российский? Да, это российский закон. В том-то и дело, что ни в одной стране мира такого закона нет. В соответствии с этим законом у врачей нет больше возможности для общения с представителями производителей. Они не могут получать информацию, получить ответы на вопросы. И отчасти, может быть, поэтому, при вашем предыдущем вопросе, они же заказывают, они же понимают, что они хотят получить. Они же разбирают, зачем же ты покупаешь? Я думаю, что очень часто они уже не понимают, что они заказывают, что они хотят получить, потому что их общение ограничено. Ограничено либо средствами массовой информации. Наши передачи, я очень надеюсь, что глубоко уважаемые мною врачи наши, которые без сомнения, мы должны ими гордиться. Они многое делали и делают для того, чтобы мы жили лучше и дольше. К сожалению, не имеют больше возможности официально, напрямую, общаясь с производителем, узнать, а почему то или иное оборудование лучшее, как его надо использовать, что нужно делать. Владимир, а в чем логика в данном случае законодателей? Я думаю, что логика есть. Логика есть. Мы с вами закамуфлированы, говорили о том, что страна большая, интересная, много денег выделялось на освоение. Я понял. И отсюда как бы... Логика понятна. Я думаю, что здесь перегиб, чтобы не было возможности влиять на решение. Я понял. Логика понятна. Да, замечательно. Коснулись мы некой законодательной области, наверняка тоже много интересных вещей в этом смысле существует. В области законодательства, я думаю, что много вещей делалось и делается правильно, как я сказал. Я все-таки считаю, что государство декларирует правильные цели, государство действительно всерьез вкладывается в здравоохранение. При этом существует несколько законов и в разработке, и те, которые были приняты, в частности тот, который сказал об основах охраны здоровья, которые не очень правильно позиционируют проблему и не позволяют как производителям, так и врачам, ЛПУ, всем участникам рынка взаимодействовать легко. Не хочу вдаваться в подробности, если у нас будет у вас с вами следующая возможность поговорить на тему домашней медицины, о том, что и как можно и нужно делать, то, конечно, здесь мы очень сильно отстаем. Потому что Россия в этом плане, отстав от Европы на многие десятилетия, пытается идти либо очень быстро, при этом изобретая вещи, которые не работают, либо пытается идти пошагово, а эти вещи тоже уже не работают, потому что многие страны через это уже прошли. Поэтому здесь призыв, наверное, и к бизнес-сообществу, и к министерствам, которые являются профильными, мы помогаем, говорить друг с другом, находить общие точки сближения, потому что в конечном итоге и мы, и они хотим одного. Мы хотим, чтобы в России жили долго, чтобы они жили здоровыми, чтобы как можно чаще и больше выявлялись случаи хронических заболеваний на ранних стадиях, и чтобы и наша компания, и другие производители понимали, что на этом рынке они могут нести разумное, доброе, вечное. — Что является, собственно, еще раз повторим, самым главным, по сути, самой главной задачей. Еще один вопрос. Ну, я прошу прощения, может быть, он не очень корректно звучит. Возвращаемся мы опять, обсуждая некую специфику бизнеса в России, но вот, тем не менее, я его прочту. У нас машины тоже делают, спрашивает наш слушатель, ну, утверждает машины, автомобили имеется в виду. Но все знают, что такое Лана Калина, что такое Мерседес, С-класса почему-то. Ну, видимо, одноклассник просто. Мерседес, С-класс. А что оборудование, а что с оборудованием, ну, опять, да, история та же самая. Можно ли доверять оборудованию, произведенной в России, ну, и, наверное, все-таки российским производителям? Я отвечу, нужно. Начну с нас. Наша компания в 2010 году создала инновационное партнерство полного цикла с компанией «Электрон». Это российская компания, хорошая, известная, сильная компания, с которой мы вместе производим высокоточное оборудование, компьютерные томографы, 16-срезовые. То есть можно производить. И в этом случае то, что это компания российская, не делают ее ущербной? Абсолютно. Я хочу сказать, что благодаря российской компании мы делаем вещи для российского рынка, потому что можно привозить оборудование из других стран, но многое оборудование, которое привозится сюда, нужно адаптировать. И поэтому, когда вы разрабатываете совместно с партнером, российским партнером, оборудование для российского рынка, то вы делаете то, что нужно рынку, а не просто пытаетесь навязать рынку то, что у вас производится для других стран. Можно? — Это здорово, это звучит оптимистично, спасибо, Владимир, на самом деле. Вот это сравнение, да, видимо, автопрома не совсем корректно, я так думаю. — Мы даже с Росатомом объявили о нашем партнерстве, я не знаю, не хотелось бы начинать пропагандировать то, что мы делаем, но мне кажется, что и компания «Филипс», и ее другие глобальные производители должны понимать очень простую истину. Те задачи, которые поставило государство, приведут к тому, что для того, чтобы успешно работать в этой стране, надо работать в этой стране и производить в этой стране. Мы к этому готовы. — Мы открыли в этом году еще научные исследовательские, конструкторские разработки с тремя ведущими университетами Российской Федерации. Собираемся здесь разрабатывать оборудование вместе с ними, определенные детали ключевые для оборудования медицинского. Мы создали партнерство с «Электроном», мы заявили о своем партнерстве с Росатомом для того, чтобы разрабатывать здесь и производить медицинское оборудование для ядерной медицины. Я думаю, что этому примеру будут следовать и другие глобальные производители, если они хотят всерьез и надолго работать на российском. — Совершенно верно, я с вами согласен. Уже этот подход действительно показывает, что люди настроены всерьез, основательно, если таким образом. Здесь я абсолютно с вами согласен. Ну и поскольку времени все-таки не так много остается, Владимир, я хотел бы попросить вас осветить некие перспективы развития этого бизнеса. Ну как, по крайней мере, видите их вы. В частности, на что, на ваш взгляд, основной упор будет в ближайшие годы делаться, на какие сегменты рынка и так далее? — Основное, что я повторял, всю передачу повторю еще раз. Основное, что нужно делать в России, это уделять внимание себе и своим близким. — Забота о здоровье — это наша с вами забота. Вы должны напоминать постоянно и себе, и своим близким о том, что ранняя диагностика — это ключ к решению любых хронических заболеваний. Поэтому государство должно сделать все возможное, чтобы в стране было достаточно медицинских учреждений, где есть диагностическое оборудование. Нам нужны специалисты, врачи, которые могут с ним работать, и нам нужно новое сознание людей, которые думают о своем здоровье, регулярно ходят и проверяются. Таким образом, мы действительно будем жить долго. И то, что нам поставили как задачу жить 74 года в 2015, я думаю, что мы будем жить намного дольше, если будем себя любить. — Дай бог, дай бог, конечно. На самом деле, вопросы сознания — это, как правило, всегда ключевое отношение к себе, к окружающим. — Никакое оборудование не поможет, если мы не будем менять свой подход к тому, что мы с ним хотим делать. — Безусловно. И тем не менее, все-таки одна деталь меня интересует. Очевидно, что то, о чем мы говорим, имеет целью, что ли, имеет регионом сбыта, если хотите, или спрос особый. — Вы, наверное, из больших городов, из столицы, в частности, или из столиц. А насколько регион в данном случае участвует в этом процессе, насколько востребовано то, что вы предлагаете именно в регионах, ну, в малых городах, в деревнях? — Хороший вопрос. Хороший не по-моему, что вы, Олег, замечательный ведущий, но вопрос действительно хороший. Суть такова, что в большинстве случаев это диагностическое оборудование, оно очень дорого стоит. Во многих случаях это все идет... — То есть в мелкой больнице просто не потянуть. — Они не могут просто получить его, да. Поэтому, конечно, мы говорим о больших городах, мы говорим о регионах, в которых много денег. И, к сожалению, во многих случаях, если мы говорим про частную медицину, это стоит денег. Достаточно серьезно. Я мог бы назвать, но это многие из процедур, которые проходят на том или ином оборудовании, не так-то легко пройти людям, которые не получают очень высокую зарплату или пенсионерам. Но и с этой точки зрения, еще раз не могу не похвалить государство, которое собирается и дальше продолжать инвестировать в здравоохранение очень много, бюджеты будут перетекать в регионы, и регионы смогут на местах решать проблемы. Нам не удалось коснуться сегодня вопросов не только домашней телемедицины, да, но медицина, она может быть и мобильной, потому что у нас огромная страна, в большинстве случаев люди не могут доезжать. — Она должна даже быть мобильной, учитывая, что у нас огромная страна. — И поэтому существуют определенные проекты и в Российской Федерации, когда что-то на КамАЗах может передвигаться, что-то на вертолетах может прилетать. Но понятно, что это одна из основных задач, которую предстоит решить государству в ближайшие годы. Это доступность диагностического оборудования и возможность для людей проходить это обследование. Второе — это его увеличение количественно и его представленность по всей территории. — Ну, в частности, вот, если буквально два слова в деталях, да, вот эта мобильная медицина, она каким образом выглядит? То есть, ну, условно говоря, больница идет ко мне или я каким-то образом перемещаюсь туда, опять-таки, если есть... — В идеале, получается, вы сидите дома, обвешались датчиками, информация на несколько сот тысяч километров передалась, доктор отследил, сказал, что надо, по сути дела, можно далеко не ехать. — Раз. Второе — приезжает на Камазе в какую-то деревню КТ, который проверяет, люди могут пройти определенные обследования. То есть, вот, скажем так, большими-большими мазками что-то, либо когда на расстоянии передается информация, и человек может получить совет врача, либо когда врач приезжает в тот или иной населенный пункт и пытается за короткий срок продиагностировать, помочь местному населению провериться. — Замечательно. Ну, дай бог, дай бог, действительно. — Учитывая то, что наш... — Следующему эфиру я расскажу о том, в каком личном темпе. — Что выполнено, да. — Сколько населенных пунктов было покрыто. — Так, ну и последний, наверное, все же вопрос, и если можно, сжатый ответ. Как вы видите, ну, такой уже, может, специфический несколько, да, как вы видите развитие рынка именно высокотехнологичной медицины, ну, условно говоря, до 2020 года? — Рынок высокотехнологичной медицины, он будет расти. На сегодняшний день оборудование глобально — это 230 миллиардов евро. Я думаю, что нашим слушателям интересно. Из них 17 миллиардов — это система визуализации. Она к 2015 году составит 20 миллиардов. То есть она растет достаточно серьезно. — Серьезно, да. — Серьезными темпами. То же самое в России. У нас рынок растет очень хорошо, в несколько раз быстрее, чем на рынках Европы, Америки. Отчасти потому, что государство стимулирует. Отчасти из-за того, что у нас большой разрыв между тем, что нам нужно в качестве оборудования, то, что есть. — То есть, опять-таки, да, мы успешно, ну, дай бог, чтобы это было так, успешно догоняем. — И скоро будем перегонять. — И скоро будем перегонять. Дай бог. — Итак, друзья мои, я, во-первых, благодарю, с удовольствием благодарю моего сегодняшнего гостя. Напомню, в гостях Владимир Габриэлян, генеральный директор Филипп здравоохранения в России СНГ. Напоминаю вам, уважаемые слушатели, что в эфире «Бизнес-класс» мы разговаривали о рынке здравоохранения, в конечном итоге о высокотехнологичной медицине. И, собственно, сошлись на том, что, наверное, мы встретимся еще раз и поговорим об этом еще раз в деталях. Спасибо огромное, Владимир. — Спасибо огромное, Олег. Спасибо всем слушателям. Всего доброго.